Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Центробанк заявляет, что Россию накрывает третья волна финансовых пирамид. Новый всплеск во многом вызван развитием и дифференциацией отечественного финансового рынка, считают эксперты. Другой фундаментальной причиной сегодняшней ситуации является развитие финансовых интернет-сервисов, в том числе электронных денег. Банк России регулярно на своем официальном сайте публикует не признаки, а наиболее распространенные виды финансовых пирамид. Правда, сколько бы Центробанк не предупреждал, сколько бы СМИ не публиковали, все равно находятся те, кто жаждет легких денег. А пока живут на свете дураки, строители финансовых пирамид не выпустят удачу из своих рук. Рост цен на нефтепродукты в России остается в пределах инфляции, сообщает Федеральная антимонопольная служба. По данным Росстата, с начала года по 1 апреля цены на бензин снизились на 0,9%. За год выросли на 6,1%. С учетом мер защиты внутреннего рынка, институтов биржевой торговли, гибких механизмов установления пошлин и НДПИ, удается не допускать существенных ценовых всплесков в этих сегментах свободного ценообразования. Однако все равно непонятно, почему в нефтедобывающей стране бензин так дорог. Спрос на туристические и зарубежные направления стал увеличиваться. Это связывает с ростом курса рубля в последние недели. Аналитики уверены, что ситуация со спросом на европейских направлениях превзойдет первоначальное ожидание. К июню 2015 года падение этого спроса будет не 40%, а возможно только 30% по отношению к 2014 году. Сообщается, что среди зарубежных направлений пляжного отдыха отмечается повышение спроса на поездки в Грецию, на Кипр, в Испанию, Болгарию и Италию. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленной динамикой. Индекс РТС в первые минуты торгов подрос, индекс ММВБ снизился до 1671 пункта. В лидерах роста акции ФКБ открытия, ПИК, Дикси, Алроса, Мостотреста и Россетей. Хуже рынка торгуются Эон Россия, Акрон, Префы Транснефти, Магнит и Северсталь. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением основных индексов. Ведущие биржевые площадки Азии демонстрировали смешанную динамику. На рынке черного золота котировки нефти находятся примерно на тех же уровнях, что и в понедельник вечером. Курс доллара на 14 апреля 52 рубля 42 копейки. Курс евро 55 рублей 52 копейки. Золото стоит 2018 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 42 копейки за грамм. Цена нефти марки Брент 59 долларов 38 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова